Меня зовут Николай Усков, редакционный директор Forbes. Наверное, самое важное восприятие красоты в 21 веке – это то, что красота сильно повзрослела, поскольку растет продолжительность жизни, но, что еще важнее, растет качество жизни. И сегодня человек в 50-60 лет совершенно не выглядит пожилым, и, мне кажется, вот это взросление красоты, наверное, самое важное. Идеал красоты, наверное, в каждую эпоху существует, но, мне кажется, что наше время отличается фрагментацией вкусов. Очень много в информационном пространстве существует всевозможных комьюнити, у каждого комьюнити свои герои, и часто фаны одного комьюнити не подозревают о существовании фанов другого комьюнити. Я не раз видел дикие толпы фанатов на улице, которые преследуют звезду, при этом ни я, ни другие люди, которых я спрашивал, не знают, кто это. Поэтому, мне кажется, что в наше время существует очень много идеалов красоты, вообще авторитетов, кумиров, и часто это совершенно не пересекающиеся, никак не взаимодействующие друг с другом миры. Мне кажется, андрогинность – это некий ответ молодежи на навязанные обществом гендерные роли. И желание их пересмотреть, желание смягчить эти роли, желание, на самом деле, перенести акцент с внешнего поведения на какие-то, может быть, скорее внутренние, внегендерные характеристики человека. Где-то примерно с 80-х, особенно в 90-е, в 2000-е, происходит так называемое открытие мужского тела. То есть мужчина становится полноценной моделью, которая снимается в рекламе. И мужчина как некий объект присутствует в нашей культуре. То есть если раньше женщина была главным образом объектом, а мужчина оставался субъектом, то сегодня, в общем, в глянце, в рекламе, мне кажется, царствует абсолютное равноправие. Наверное, вот это равноправие в красоте – очень важное явление именно нашего времени. Красота, безусловно, конечна, потому что она ограничена во времени, хотя есть красивые поступки, красивые слова, красивая музыка. В этом смысле красота тоже может быть бесконечна, как бесконечное и уродство, и всевозможное безобразие. Мне кажется, это вопрос о том, что мы считаем красотой, потому что красота Шекспира или красота Микеланджело или красота Пушкина, они с нами будут оставаться навсегда, и никуда они не денутся. И в этом смысле безобразные страницы нашей истории или безобразные люди, которых мы встречаем, они тоже никуда не денутся. В разные времена разные вещи считались уродством. Мы, скажем, перестали считать уродством инвалидность. Мы понимаем, что инвалидность – это некая форма жизни, и в ней тоже много прекрасного. Цифровые технологии сделали красоту общедоступной. В эпоху Инстаграмма селфи стало чуть ли не самым главным месседжем, направленным от одного человека к другому человеку. Мне кажется, что вот это тиражирование красоты, красивого образа, не только тела, но и некого амбьянса – это главное содержание, в общем, духовной жизни миллионов наших современников. Я не уверен, что это всегда хорошо, потому что люди часто лгут, придумывают, хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле, и изображать свою жизнь ярче, чем она есть на самом деле. Всегда умиляют эти фотографии каких-нибудь крепких парней напротив дорогих тачек или женщин на кромке прибоя. Может быть, если говорить про положительные стороны, люди чуть больше начнут заниматься собой, будут ориентироваться на какие-то там приятные образы, которые они видят и с завистью наблюдают у своих друзей или кумиров, и будут стараться на них походить. Может быть, больше будут заниматься спортом, больше следить за собой, лучше одеваться. Мне кажется, что вот этот стресс, в который погрузился мир, во многом ускорил процесс демократизации дресс-кодов. Он и без того, в принципе, уже шел, и это касается и политиков многих, и бизнесменов. И мне кажется, вот эта демократизация, она будет сохраняться и, может быть, даже усиливаться. Красота – это более не телесные и не только телесные параметры. Мы видим красоту в манерах, в жестах, в поступках. То есть, если раньше красота – это некий дар Божий, это нечто, что создано природой, то сегодня под красотой часто понимают нечто, приобретенное человеком. То есть, человек может при определенных усилиях сохранять привлекательность достаточно долго. Как говорила Шанель, знаменитая ее фраза, нет, не красивые женщины, есть глупые женщины. Красота – это то, что ты сможешь с собой сделать, работая над внешностью и работая над неким внутренним своим содержанием. Образ жизни, который соответствует сохранению красоты, на самом деле это прежде всего счастливый образ жизни. У тебя должно быть ощущение гармонии, гармонии между страстью и покоем, между работой и домом, между приключением и отдыхом и так далее. Вот этот поиск гармонии, наверное, самая важная характеристика такой культуры 21 века. Вообще жить в гармонии, наверное, очень хороший рецепт для сохранения красоты. Счастье действительно стало более важным критерием в оценке состояния экономики, чем валовый национальный продукт, потому что доход не делает нас счастливыми. Это правда. Вот эта жизнь, как гонка за новыми гаджетами, домом, новыми моделями машины, не делает человека счастливым. Наоборот, запутывает его в бесконечных кредитах и приводит его к ощущению, что вся жизнь его наполнена бегом за морковкой, которую он никогда так до конца и не получит. Качество городской инфраструктуры, качество медицины, качество образования сегодня, наверное, более важные параметры для характеристики состояния экономики, чем доходы граждан. Запах – это изобретение недавнее. Как мы знаем, парфюмерия возникла в XVIII веке, когда по непонятным причинам люди стали считать гигиенические процедуры вредными и опасными для здоровья. Из этого родилась прекрасная парфюмерия. Мне кажется, для нашей культуры это очень важно, потому что такие духи, как «Шанель номер пять» или «Красная Москва» – это уже даже не просто запахи, а это символы, за которыми стоит эпоха, определенный стиль, память о каких-то героях прошлого. Вообще запах, он очень сильно воздействует, я не понимаю, каким образом, на какие зоны нашего мозга, но запах способен вызывать очень сильные образы, которые никак не связаны с каким-то ароматом почули, а связаны с нашим состоянием, когда-то пережитым, когда мы столкнулись впервые с этим ароматом. Это удивительная штука, и мне кажется, влияние ароматов на те или иные явления культуры еще не изучено полностью. На самом деле в европейской цивилизации мода на первобытные народы, она началась, наверное, с Жан-Жака Руссо, и внимание к коренным народам то и дело возвращается. Я все-таки считаю, что важно здесь сохранять здравый смысл. В конечном итоге первобытная медицина, первобытная бьюти-индустрия проиграла, безусловно, химической, современной индустрии. Все-таки мы гораздо больше знаем о нашем теле, о том, как его поддерживать благодаря успеху именно цивилизации. Притягательная сторона этой моды на разные экзотические практики состоит в том, что мы сохраняем таким образом разнообразие мира. И это прекрасно. На самом деле я не очень верю в эликсир красоты. Есть хорошая генетика, есть интересная насыщенная жизнь, которая заставляет тебя поддерживать форму. Мне кажется, очень важно просто не переставать собой заниматься все время, не переставать любить себя. Красота нужна не ради красоты, она нужна ради здоровья, по большому счету. То есть нужно быть здоровым человеком, это очень важно. А здоровье – это спорт, это диета, это умеренность в разных вредных привычках, это хорошие эмоции, это долгий сон и так далее. Все это бочным продуктом имеет и некую притягательную внешность, безусловно. Но прежде всего нужно думать о форме, о здоровье. Наверное, главным трендом в индустрии красоты для мужчин является то, что эта индустрия вообще появилась. Потому что я еще застал время, когда мужчина, который идет в салон красоты, это не совсем мужчина. Мужские линии у косметических брендов появились буквально на наших глазах. Это произошло лет, может быть, 20 назад. Но, может быть, какие-то компании, которые занимались мужским грумингом, они существовали и раньше. Но очевидно, что буквально последние несколько десятилетий, 20 лет преимуществу, все крупнейшие бьюти-компании обзавелись мужскими линиями. И, как говорят эксперты, в общем, продажи примерно сопоставимы с продажами женской косметики. Безусловно, я не говорю про декоративную косметику, это совершенно особая статья, хотя некоторые бренды и для мужчин сейчас предлагают декоративную косметику. В целом, понимание того, что твоя кожа должна быть в нормальном состоянии, твои волосы должны быть интересно уложены, оно стало общим и совершенно потеряло всякую гендерную привязанность. И, действительно, когда мы заходим на первые этажи больших универмагов, раньше это были абсолютно женские этажи, потому что на них всегда была косметика, и там же продавались женские сумки. Сейчас мы видим, что концепция этих первых этажей стала меняться, потому что там 50 на 50 присутствуют мужские косметические средства. И, соответственно, помимо женских сумок, там стали появляться какие-то объекты желания для мужчин, там зонтики, обувь, портфели. А это, безусловно, отражает фундаментальные изменения в нашей культуре. Что касается каких-то интересных новинок, ну, мне кажется, что в наше время, в общем, стремятся избегать каких-либо пластических операций. Этот тренд будет усиливаться со временем. Сегодня выглядеть на бизнес-встречи, чтобы добиться своих целей, и просто, и сложно. Потому что, с одной стороны, мы живем в эпоху демократизации, отказа от жестких бизнес-дресс-кодов, переоценки многих, там, халише. Например, раньше считалось, что у тебя должны быть обязательно часы определенной стоимости, да, или ботинки из крокодиловой кожи. Сегодня все это выглядит несколько комично. Наверное, больший акцент сегодня делается не на внешней атрибутике, а на твоем внутреннем содержании. На том, как ты говоришь, насколько ты убедителен, смотришь ли ты в глаза, обладаешь ли ты определенным кругозором, эмоциональным интеллектом. Да, не случайно многие топ-менеджеры сегодня эмоциональный интеллект ставят гораздо выше всевозможных профессиональных навыков. Потому что именно умение общаться, умение убеждать, умение завоевывать сердце, наверное, самое важное. Ты можешь быть в майке, без часов, в кроссовках, да, но, соответственно, ты должен быть гораздо более содержательным, чем прежде. Прежде твой костюм говорил за тебя, а сегодня, в общем, ты вынужден говорить, а твой костюм молчит. Бороться с напряжением крайне важно, потому что напряжение в конечном итоге, стресс, в котором мы живем, он сказывается не только на нашей внешности, но и на нашем здоровье. Прежде всего, на состоянии сердечно-сосудистой системы. На самом деле, сказывается, безусловно, на вообще нашей успешности в жизни. Человек, который принимает решения в состоянии стресса, часто принимает неправильные решения, крайне важно расслабляться. Скажем, в Америке очень большой моде антидепрессанты. Фактически, это нация антидепрессантов, что люди постоянно пытаются справиться с стрессом. Мне кажется, что прежде всего с напряжением нужно учиться бороться более здоровыми методами. Прежде всего, конечно, спорт и секс. Мне кажется, лучших антидепрессантов, чем занятие спортом, занятие сексом, не существует. Но когда у тебя есть вот это состояние, ты понимаешь, что ты находишься на грани срыва, лучше пойти в бассейн. Ну, если у тебя нет других, более интересных видов на вечер. И в этот момент, на самом деле, из тебя уйдет весь этот внутренний напряг. На ощупь больше всего мне всегда нравятся хорошие костюмы на заказ. У нас есть такое маленькое ателье 23 на Патриарших прудах. Там работают фанатики своего дела. Костюмы, разумеется, шьются в Италии, но мерки снимаются на Патриарших прудах. Это достаточно удобно. И, в общем, вот последнее мое приобретение, вот этот костюм, мне он ужасно нравится. Я очень консервативен в плане парфюмерии. Как правило, это тяжелые древесные запахи. И, наверное, самый любимый по этому парфюм, который я чаще всего покупаю, это Том Форд «Тосканская кожа». Наверное, если говорить о каком-то конкретном месте, то какие-то самые сильные ощущения последних месяцев у меня были в Лиссабоне. Город на океане, наполненный воздухом. Вообще люблю вот такие океанские города. Мне очень нравится, когда большой город одновременно соседствует с большой стихией. Вот таков Стамбул, таков Лиссабон, таков в какой-то степени Нью-Йорк и Бостон. Наверное, самым сильным кулинарным переживанием в период пандемии стало то, что я научился готовить. И даже освоил несколько блюд, хотя по-прежнему делаю это крайне неумело. Но, тем не менее, мне казалось, я никогда не научусь. И вот я научился делать неплохой рис с креветками. И очень горжусь этим. Я по преимуществу слушаю классику. И у меня есть несколько таких композиторов, которые всегда со мной. Это Вагнер, по преимуществу, Тангейзер. И весь Гендель. Наверное, если говорить о том, что у меня всегда в машине, это Гендель. Я как-то без музыки барокко совершенно не вижу своего обычного дня. Самое сильное впечатление на меня произвел Ювальной Харари. Его трилогия о человеке разумном и вызовах 21 века. Хотя ничего оригинального Харари в этих книгах не сообщил. Все это достаточно хорошо известные факты. Но это самое блестящее обобщение всех накопленных о человеке разумном знаний. Если говорить о какой-то конкретной вещи, которую мне хотелось бы купить, то это, наверное, письменный стол. Потому что пандемия неожиданно выявила потребность в организации рабочего места дома. Я избавился от письменного стола, наверное, лет 15 назад. Сейчас я понимаю, что мне он нужен. И он нужен не какой бы ни был стол, а специальный, отвечающий определенным потребностям, которые сформировались во время этого безумного времени.